В этот тяжелый год у меня нет возможности видеть всех наших партнеров лично, и я испытываю некоторую неловкость, выступая перед камерой, а не перед теми, кто уложил свои инвестиции в дело в честь моей жизни Skyway. Тем не менее, я выполняю свои обязательства, и одно из них – это ежегодный отчет о проделанной работе, о достижениях и планах. 2020 год напомнил человеку и человечеству в целом о личной и цивилизационной уязвимости. Мы столкнулись с вирусами, природными катаклизмами, мировыми политическими потрясениями. Но жизнь продолжается. За годы работы над струнными технологиями и над струнным транспортом я не раз убеждался в справедливости высказывания – что нас не убивает, то делает нас сильнее. Так произошло и теперь. Мы стали сильнее. Несмотря на главную невзгоду 2020 года – эпидемию коронавируса, мы ни на один день не остановили работу ни в Беларуси, где находится проектно-организация «Зао струнной технологии» и производства, а даже центр демонстрации и сертификации SkyWay ни в Объединенных Арабских Эмиратах на строительстве и инновационного центра SkyWay. Прежде всего, хочется подробно рассказать о том, что сделано за отчетный период в Бэкотехнопарке, центре демонстрации и сертификации технологии. И, что не менее важно, в действующем центре улучшения, совершенствования и модернизации струнных технологий. Этот процесс идет постоянно. Например, модернизирована поверхность качения на аферной эстакаде SkyWay. Там установлена плоскоголовка рельса ленточного типа. Разработанные решения позволили устранить поперечные створные швы по всей длине поверхности качения разгонного участка высокоскоростного комплекса. Абсолютно уникальная технология должна позволить не просто подтвердить ожидаемые характеристики плавности хода и уровня шума высокоскоростного транспорта SkyWay, но и сделать ощущение пассажиров при движении на подобных высоких скоростях исключительно комфортными. Такое решение позволяет добиться более надежной работы противосходной системы. А экспериментальное покрытие дорожки качения призвано сделать путевую структуру еще более долговечной. Ну, в нашей логике на 100 лет. В результате, спустя короткое время, мы добились показателей плавности хода подвижного состава выше, чем в автомобилях бизнес-класса. Если ранее на транспортных средствах SkyWay использовалась гидравлическая система, она достаточно жесткая, которая нивелировала неровности пути, то теперь, с применением новой технологии, там уже используется пневматика, показатели плавности хода удалось улучшить в несколько раз. На данный момент тяговая тележка Unibus U4-212-01 проходит испытания в Экотехнопарке. Кроме того, мы продолжаем тестировать на этой трассе инновационный токосъем. Не с контактного провода, а слева и права рельсов через колеса. Это решение потребовало создания инновационной путевой структуры, где рельсы изолированы друг от друга, потому что плюс и минус на разных рельсах, и от опор, в том числе от анкерных и наших, и инновационных рельсовых электромобилей, где колеса изолированы друг от друга, там левые и правые колеса, а также от рамы и салона транспортного средства. Не буду скрывать, это было непросто сделать, это была сложная задача. Учитывая, что на каждой рельс приходится продольное усилие в несколько сотен тонн, при электрическом напряжении почти в тысячу вольт. Поэтому электроизоляция, ну, в отличие от традиционных конструкций строительных, должна быть силовой и долговечной на циклическую нагрузку. Осуществлена модернизация одной из первых тестовых трасс, которая была введена в строй в 2016 году. Гибкая, провисающая. Заменены гибкие стерла на рельсах. Они сейчас выполнены по типу очень гибкой удочки, то есть это настоящая удочка, с плавным уменьшением жесткости к концам. Это не только улучшило плавность хода подвесных электромобилей, но и позволяет прижать опоры без снижения скорости. А ранее мы там скорость вынуждены были снижать, чтобы приехать комфортно на опоры. Кроме того, мониторинг струн, которые были куплены по более низкой цене, показалось, что без цинкового покрытия, даже в защитной среде, они не простоят сто лет. Поэтому сейчас ни в одном проекте, в том числе в тестовых трассах, мы не используем струны без цинкового покрытия. На этом экономить не стоит. Мы спроектировали и в прошлом году начали строить шестую линию, где планировали построить рельсострунный путь в виде сварной фермы, как и первая линия, построенная в Экотехнопарке. Только на порядок большего нагрузку. Но когда мы пришли со Скайвэем в Эмираты и стали пересчитывать по евронормам сварную ферму, то выяснилось, что она не выдержит 100 миллионов циклов нагружения. А это требование для нас обязательно, так как мы утверждаем, что рельсострунная стакада, в том числе в виде ферменной конструкции, мы строим в логике на 100 лет. Поясню это. Хотя по российским и белорусским нормам сварка устраивает подобного рода в металлоконструкциях. Это строительная конструкция. Дело в том, что сварка хорошо держит статическую нагрузку. Допустим, температурные усилия, которые достигают максимумов и минимумов два раза в год. Зимой и летом. И лесниковую нагрузку, которая бывает только зимой, то есть один раз в год. Поэтому обычные строительные конструкции за 100 лет эксплуатации испытают всего лишь несколько сот критических циклов нагружения. А у нас в SkyWay нагрузку дают каждый приезд колеса. Не просто даже машины, а колеса. Ну и сама машина в целом. С интервалом в несколько секунд. Поэтому за год будут миллионы циклов нагружения. Сварка такую циклику не держит. Она быстро устает. Особенно в зоне растяжения. Там появляются микротрещины, потом они растут. Появляются трещины. И прочность сварки падает более чем в 10 раз. Например, сварка может держать статическое напряжение. И в 5000 кг на квадратсатиметр у нас есть такая сварка равнопрочная. Но чтобы она не могла выдержать 100 мм циклов нагружений, размах напряжения в ней, во время циклики, не должен быть более 250 кг на сет квадратный, что в 20 раз меньше, чем в статике. Поэтому мне пришлось остановить стройку и перепроектировать эстакаду, заменив сварку высокопрочными болтами. Болты работают по-другому. Они сильно обжимают конструкцию, и ее прочность обеспечивает не сварка, а силы трения в обжатых узлах, которые со временем не меняются, то есть конструкция не устает, образно говоря. При этом полностью изменилась конструкция и рабочие тяжи, и не только в самой эстакаде, но и других элементах. Поэтому пришлось вносить изменения и в ходовую, и противосходную системы подвижного состава. Пришлось также остановить поставку металлоконструкции и перезаключить договоры на других зарубежных поставщиков и производителей. При этом где-то на 200 тонн увеличились расчеты нагрузки на уже построенные анкерные опоры, и пришлось их усиливать. И у нас это получилось. Мы теперь знаем, как можно модернизировать и усиливать не только построенную путевую структуру, но и анкерные опоры. Это нечья-то ошибка, и здесь нет виновных, ну, в том числе и моей вины. Так и происходит технический прогресс и совершенство любых технологий. И струнные технологии здесь не исключение. И кто этого не понимает, тому лучше не заниматься бизнесом. Он неизбежно проиграет конкурентную борьбу и станет банкротом. В этой связи важно отметить следующее. Это очень важно знать инвесторам. Внесенные изменения не привели к удержанию конструкции. Более того, она стала не только более долговечной, но и более технологичной. Эстакаду теперь можно строить любую погоду, а сварку, на первую дождь, нельзя делать. При этом ее себестоимость стала значительно ниже при той же цене продажи. Ну, примерно не менее, чем на миллион долларов на каждом километре. Это означает, что при строительстве адресного проекта, трассы длиной, например, в тысячу километров, сэкономленный миллиард долларов можно будет направить на выплату дивидендов нашим инвесторам. И поэтому у меня была альтернатива. Вариант номер один. Еще в прошлом году закончить шестую тестовую линию, обойти на рынок не с лучшим вариантом нашего продукта, что рано или поздно станет известно, и затем стать банкротом. Вариант номер два. Сдвинуть на год ввод в строй одного из востребованных вариантов выполнения грузовых и пассажирских трасс КВ, что позволит нам в ближайшем будущем дополнительно зарабатывать миллиарды долларов. Я, естественно, выбрал второй вариант. Нам нужны не сиюминутные копеечные заработки, а устойчивый на века крупный бизнес. Продолжились работы по юнилайту. Ну, это наша самая легкая путевая структура и она легко монтируется, так как она полностью будет изготовлена на заводе. Остается ее привести на площадку, размотать с бобины, натянуть, поднять вверх и рельсострунная путевая структура готова. Трасса будет длиной 1125 метров. Уже поставлены все опоры. Две анкерные и четыре премежуточные. Одна из них поворотная на угол примерно в 20 градусов для отработки поворотов без устройства анкерной опоры. Восьмиместный электромобиль на юнилайке также самой простой конструкции типа самоходной кабины газонетарного лифта без особых наворотов, так как время в пути всего около двух минут. Процесса относится только к кабине машины, но во всем остальном юнилайд это машина полноценной термобиль с автоматизированной системой управления. Эффективный, экономичный, экологичный, безопасный и очень простой в пользование. Это будет первый адресный проект, как я и обещал, так как мне генеральному конструктору Skyway легко было убедить фермера Юницкого в том, чтобы на территории его фермерского хозяйства, что рядом с эко-технопарком, построить пилотную транспортную систему для решения очень простой задачи доставки рыбаков от автомобильной стоянки к озеру и сделать первым в мире туристическую трассу Skyway, которая пройдет над прудом и каналом через живописный лес. На этой пилотной трассе без всяких штрафных санкций со стороны фермера можно будет устранить неизбежные недоработки и косяки, произвести все необходимые улучения, сертифицировать комплекс Invelight и выйти с ним в серийное производство для достаточно востребованного туристического сектора грузопассажирских перевозок. Мы планируем в течение ближайшего полугода начать испытания Invelight. Мы приступили к строительству седьмой тестовой линии в Экотехнопарке Марьиной Горки. Уже идет заливка фундамента первой анкерной опоры и второй анкерной опоры. И уже фундаменты вот в сегодняшний дно залиты и мы уже вышли из поднялись над уровнем земли. Вопрос зачем это нужно? Для этого есть три существенные причины. Первая причина. Мы строим тестовые трассы в Эмиратах в тропическом исполнении для ближневосточного рынка. Чтобы поставить подвижной состав в этот регион он должен пройти естественно заводские испытания и набежать определенный километраж может быть 10-20 50 километров. Такое требование к любой машине будь то автомобиль трамвай или автобус. Поскольку производство юнибусов размещено у нас в Минске то и в Беларуси каждый наш рельсовый трамвобиль должен пройти обкатку для чего нужна тестовая трасса. Вторая причина. Сейчас у нас больше всего поступают заказы на высокопроизводительные проекты грузовые и пассажирские для которых нужны вместительные и соответственно тяжелые машины весом порядка 50 тонн ну это вес танка тяжелого которые могли бы перевозить 40-футовые морские контейнеры весом до 35 тонн или взят на борт выполнен в виде небольшого поезда 200-250 пассажиров. Ранее когда мы начинали работу в Беларуси в 2015 году мы были сориентированы на более легкие машины как нам тогда казалось более востребованным рынком. Поэтому были построены более легкие трассы кстати значительно более дешевые. Это было важным аргументом 5 лет назад когда денег на реализацию катастрофически не хватало и на всем надо было экономить. А ведь именно тогда закладывали все реализованные сегодня решения. Поэтому тестовые трассы построенные в Марино-Горке это номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 не выдержат такую большую нагрузку. И тяжелые машины востребованные сегодня рынком нам негде испытывать. Но здесь опять же нет виноватых. Так растет и взрослеет любая инновация. Меня можно ну наверное обвинить в недальновидности. возможно это так как видимо недальновидными были и братья Райт. Вместо того чтобы построить взять и построить Аробус А380 и Боинг 747 они зачем-то построили летающую атажерку которая приезжалась в воздухе всего несколько секунд а затем упала. Они ведь не создали авиацию они ее зародили. Авиацию создал Уильям Боинг который стал выпускать Боинг 747 не сразу а только через 66 лет после первого полета самолета. Мы же продемонстрируем принципиально новый подвижной состав тяжелого класса это наверное следующее поколение подвижного состава весной следующего года менее чем через 5 лет после первого проезда Юнибайка который кстати ни разу за это время не падал серьезно не ломался хотя и наездил тысячи километров. Третья причина все построенные тестовые трассы были спроектированы в логике 2015 года когда после преднамеренной провокации устроенной нашими недобросовестными конкурентами и скандала в Литве я вернулся на родину в Беларусь с имежем неоднозначного создателя неоднозначного продукта. было очень сложно работать не хватало финансирования конструкторские проектные подразделения зао остальные технологии только начали формироваться нам не хотели идти работать в том числе из-за ушатов грязи которая выливала на нас желтая пресса в Беларуси на самом деле что бы там ни говорили демократия и свобода слова правда есть и другая свобода свободно безнаказанной лжи как в нашем случае я опять же не жалуюсь а просто констатирую факты которые были и с которыми нельзя было не считаться ну безусловно и не все было идеально и с нашей стороны многие лучшие конструкторские решения были найдены значительно позже когда сформировался проектно-конструкторский и научный костяк были естественные ошибки и слава богу что они не были фатальными для технологии SkyWay в ходе конструкторской проработки многолетних экспериментов исследований испытаний и сертификаций были получены новые данные и результаты которые невозможно было получить теоретически скажем ну 5 лет назад в 2015 году когда мы начали строить экотехнопарк причем строить в чистом поле на бывшем танковом полигоне и только в текущем в 2020 году в том числе благодаря мировой бизнес-паузе на которую поставила мировую экономику пандемия коронавируса мне стало понятно что некоторые стандарты принятые ранее нужно изменять на более оптимально в том числе колею не только в подвесном берельсовом транспорте где она колея узкая но и навесном берельсовом и квадрорельсовом комплексах Skyway не нужно думать что я первый такой умный эту процедуру проходил и железнодорожный транспорт например в 1886 году то есть только через 41 год после строительства первой железной дороги Сефенсона в США перешли на единую колею на длине в 21 тысячу километров в стране до этого было несколько типов колей железной дорог поэтому пассажиру необходимо было доехать до промежуточной станции и пересесть в другой поезд другой колеей чтобы двигаться дальше затем опять на следующей станции пересесть на новый поезд и поехать дальше где-то опять другая колея вот такая была тогда непродуманная логистика тогда была проделана колоссальная и дорогостоящая работа по перешивке колеи на сети например в 2,5 раза превышающей длину Транссибирской магистрали так зачем перешивать в будущем колею Skyway если мы можем сделать это сейчас без особых проблем пока еще не построена ни одна коммерческая линия и надо отметить что американцы тогда все равно ошиблись они выбрали не самую оптимальную колею и всех возможных колею Стефенсона есть такая аналитика экономисты подсчитали что только из-за этого экономика США потеряла за сто с лишним лет более триллиона долларов испытания сертификации и дальнейшее развитие и совершенствование новых моделей подвижного состава будут происходить навновь строящихся трассах в Экотехнопарке это трассы номер 6 номер 7 и номер 8 в северном исполнении а также две строящиеся тестовые трассы в Объединенных Арабских Эмиратах только уже в тропическом исполнении мы спроектировали и сейчас изготавливаем два уникальных рельсовых автомобиля 25 местный пассажирский юнибус способный собираться в поезд вместимостью 200 пассажиров даже 250 пассажиров и грузовой инеконд массой более 50 тонн и заподъемностью 35 тонн способны перевозить 40-футовые морские контейнеры эти машины имеют автоматизированную систему управления и могут производиться как в тропическом так и в северном исполнении на счет и скорость их движения 150 км в час эти и последующие рельсовые автомобили существенно усовершенствованы в сравнении с предыдущими моделями наших машин это наверное уже следующее поколение они имеют улучшенную подвеску усовершенствованную противосходную систему и автоматическую систему подворота колес кстати следует отметить что это впервые сделано на рельсовом транспорте существующий рельсовый транспорт не имеет подворота колес как допустим у автомобиля это позволит каждому колесу двигаться по центру головки рельса в отличие от железной дороги где наверное это не все знают что поезда едут по синусоиде от удара до удара рельсы то правым то левым гребнями колес тук-тук-тук-тук-тук-тук так едет поезд по любой железной дороге в отчетном году мы полностью завершили реализацию грузовой линии конвейерного типа над рабочей ветвью юнитранса установлено защитное укрытие навеса от дождя и снега также по грузченном терминале завершен монтаж модернизированного разгрузочного устройства для юнитрака это подвесной грузовой модуль таким образом грузовой транспортный комплекс в экотехнопарке предстал в своем завершенном виде со всеми необходимыми элементами для комплекса этот комплекс включает две основные подсистемы юнитранс и юнитрак он является действующим образцом универсальной системы с возможностью модульной комплектации грузовой транспорт сквей может быть адаптирован практически под любые условия нужды связанные с перевозкой различных типов грузов ну в том числе и сыпучих на территории специального конструкторско-технологическое бюро с опытным производством введен эксплуатацию новый цех в котором расположился модернизированный механосболочный участок для подвижного состава новый цех совмещенный с административно-бытовым корпусом имеет общую площадь около 1200 квадратных метров в нем установлена опорная кран-балка а также предусмотрен склад с отдельными воротами вот сюда был переведен существующий сборочный участок на месте которого размещено новое механообрабатывающее оборудование уникальное оборудование на самом деле эта площадка позволила в кратчайшие сроки адаптировать производственные процессы под мелкосерийное производство металлоконструкций подвижного состава скайвей и комплектующих к нему для обеспечения инфраструктурных проектов в ближневосточном регионе естественно в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах для этого наше производство оборудовано самым современным станочным парком в такой комплектации наверное единственным в Беларуси предприятием с такими мощностроительными возможностями еще одна важная составляющая работы постоянный мониторинг состояние подвергного состава транспортной инфраструктуры и строительных конструкций в первую очередь сварки на всех наших тестовых трассах мы также получаем экспертальные данные по износам рельса ровности и деформативности пути шумам при проезде колеса долговечности защитных и кразиностойких покрытий и много другой ценной информации без этих знаний полученных в поле именно в поле а не за столом в рабочем кабинете нельзя выйти на рынок с хорошим продуктом и занять там достойное место потому что трассы SkyWay будут строиться тоже в поле в лесу в пустыне по болотам а не в кабинете мы продолжаем строить инновационный центр SkyWay в Шарже и скоро завершим его первую фазу с введением в строй не только первого демонстрационного транспортного комплекса с березовой эстакадой подвесного типа в тропическом исполнении но и всей необходимой инфраструктуры станций депо автоматизированной системы управления инженерных сетей электрическая связь водопровод и канализация все это было непросто сделать в чистом поле в пустыне хотя конечно это не просто пустыня об этом я хочу сказать отдельно инновационный центр расположен на территории технологического парка который входит в структуру американского университета в Шарже университет был построен в пустыне его высочеством шейхом Шаржи и сейчас там учатся около 50 тысяч студентов что в два раза больше например чем их учиться в самом крупном вузе Беларуси белорусском государственном университете его высочество ученый он защитил две докторские диссертации и это он своим решением выделил нам 28 гектаров земли в лучшей части технопарка на его фасаде чтобы по его словам он мог бы ехать по дороге и любоваться с КВН это он разрешил нам построить деревянный дом хотя законодательство страны имеется ввиду объемные арабские эмираты запрещает такое строительство по пожарной безопасности деревянная стена снаружи изнутри должна быть закрыта словом бетона точной 30 сантиметров представляете построить деревянный дом и потом с одной стороны бетона 30 сантиметров и с другой стороны ну стенки 30 сантиметров бетон это место знаковое хотя бы потому что еще в 1998 году ЮНЕСКО признала этот эмират культурной столицей арабского мира а в 2015 году Шаржа получила статус столицы арабского туризма и культурной жемчужины Аравии в национном центре уже поставлены все опоры для грузопассажирской трассы номер 2 протяженностью около 2,5 км для тестирования сертификации и демонстрации грузового и пассажирского комплексов для тяжелого подвижного состава который мы уже изготавливаем в Минске здесь будет построен комплекс 2 в 1 сведой по верху и сведой по низу поэтому пролеты здесь стандартные по 48 метров длиной мы уже отправили тропийский уникар революционный центр скавы Шарже почти год назад эта модель разработана специально для эксплуатации в условиях жаркого климата при наличии в воздухе агрессивных морских солей а также песка и пыли у нас проблема со снегом а у них пыль и песок в отличие от своего предшественника машина оборудована двойным набором основных накопителей для увеличения запаса хода усовершенствованной системой охлаждения и двойной системой микроклимата для пассажиров а также салоном вип исполнения для тестирования отдельных узлов и агрегатов мы построили в мариной горке специальный лабораторный комплекс там сейчас полным ходом идут испытания различных конструкций наших рельсов колес такосъема ну естественно на износ шум долговечность некоторые помещения там усилены бронезащитой так как например при скорости свыше 500 км в час при разрушении тестового колеса осколки могут разлететься на несколько сот метров подобные случаи бывали и у автомобилистов и у железнодорожников и мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования пусть лучше на испытаниях колесо разлетится чем на трассе эти исследования нам жизненно необходимы чтобы обогнать всех и навсегда в конце октября прошлого года в инвенционном центре SkyWay в Шарже в рамках первого этапа разработки и испытаний SkyWay прошли пусконалазочные работы на первой путевой структуре это очень важный этап в жизни нашего проекта который обозначил новую главу в истории SkyWay для того чтобы мероприятие состоялось не один десяток человек из Белоруссии из Минска приложил максимум усилий и они сделали все что потребовалось для осуществления моей мечты и мечты всех наших инвесторов я выражаю благодарность всем кто поддерживал компанию мысленно кто был на связи в режиме 24 часа 7 дней в неделю чтобы оперативно решать вопросы возникающие во время работы мы приняли мы приняли личное расположение его высочество шейха султана бин мухаммад аль-касими члена высшего союзного совета арабских эмиратов правителя шаржи его визит в национный центр SkyWay освещали все ведущие арабские сми его высочество любовался нашей трассой юникаром который бегал по трассе и отгонял журналистов разойдитесь разойдитесь закрывающих вид на движущегося красавца юникара я обещал прокатить его до конца 2020 года и мы готовы это сделать уже сейчас как только поступит такая просьба от его высочества также в национальном центре мы приступили к строительству другого типа грузопассажирского комплекса для тяжелого подвесного подвижного состава уже с большими пролетами по 288 метров этот тестовый участок на самом деле можно рассматривать как первый этап реализации адресного проекта для реализации грузового именно грузового проекта по перевозке морских контейнеров длина этой трассы будет около 100 км при этом около 30 км трасса пройдет по горам как и грузопассажирская трасса она будет смонтирована на высокопрочных болтах и рассчитана на службу 100 лет наряду с разнообразными решениями для создания путевой структуры как я уже говорил ранее мы предлагаем широкий модельный ряд подвижного состава для решения самых различных транспортных задач на данный момент наши компании полностью разработаны и выполнены непосредственно в металле 12 принципиально разных инновационных транспортных средств юникар юнибус юнитрак юнитранс юнивинт ну и так далее каждый из них по условности не вступает самолет к реализации в конце этого года готовится пассажирский юнибус подвесном исполнении на 25 пассажиров и юникон для перевозки морских контейнеров длиной до 40 футов и весом до 35 тонн поэтому в конце 2020 года у нас будет целая линейка подвесного состава уже из 14 моделей причем две последние модели в тропическом исполнении для адресных проектов на ближнем востоке сегодня мы с уверенностью можем говорить о полной автономности подвесного состава SkyWay укомплектована десятками если не сотнями датчиков и исключающая человеческий фактор интеллектуальной системы без труда ориентироваться в окружающем пространстве по обстановке адаптируя маршрутное задание абсолютно естественно что в основу этих ноу-хау легла главная идея безопасность пассажиров безопасность повышает также противосходная система и второй уровень размещения мы ведь на фоне неба движемся того и другого например нет в автомобильном транспорте поэтому он является самым опасным изобретением человека за всю историю цивилизации автомобиль ежегодно убивает около полутора миллионов человек и более десяти миллионов травмирует делает инвалидами и калеками вы умножите это на сто и цифры просто ужасают за сто лет то есть за век автомобили способны убить электромобиль в том числе он тоже автомобиль население 15 таких стран как Беларусь а сделать инвалидами население трех таких стран как Соединенные Штаты Америки этих людей можно спасти так как безопасность можно сделать даже более высокой чем в современной авиации он тоже на втором уровне где уровень аварийности в тысячи раз меньше чем в автомобильном транспорте уже многие годы в авиакатастрофах гибнет значительно меньше людей 200 500 человек ежегодно технологический рост компании о котором кажется сказано достаточно много всегда сопровождается увеличением числа высококвалифицированных специалистов в этом отношении Skyway не исключение количество инженеров занятых в проекте уже превысило отметку в тысячу а всего несколько лет назад я был единственным сотрудником мы расширили и пространственные мощности приобретя в собственность собственно соответственно всех инвесторов новый офисный комплекс в городе Минске на девяти этажах современного здания суммальной площадью около десяти тысяч квадратных метров и разместили сегодня наши сотрудники это способствует оптимизации бизнес-процессов повышает уровень продуктивности компании ускоряет темпы создания технологии и практического внедрения струнного транспорта на данный момент на балансе заостронной технологии помимо на само штаб квартиры находится еще один офис сдаваемый в аренду еще один офис в котором отпала необходимость мы продали получив существенную прибыль в общей сложности за несколько лет мы сэкономили только на грамотном использовании офисных помещений около миллиона долларов несмотря на кризис во многом и благодаря ему мы активно оптимизировали все производственные процессы а даже процессы и технологии разработки проектной и конструкторской документации введения отчетности учета и контроля мы ушли от бумажного делопроизводства а работу всех подразделений компании была переведена и была внедрена электронная система 1С предприятия делом подтвердив нашу приверженность с экологическим нормам постоянно совершенствуя делопроизводство нашим разработчикам удалось создать полностью автоматизированные рабочие места мы снизили затраты времени и средств с помощью цифрового моделирования на основе платформы 3d experience в которой может проявить себя как дизайнер так и инженер конструктор а парк компьютерной техники с КВ у нас уже более тысячи компьютеров настолько ну сейчас к настоящему времени развит что любой новый сотрудник сразу садится за рабочее место оборудованное по последнему слову техники многие говорят которые нас посещали пауэллогичные компании говорят что мы уже не в двадцать первом веке находимся по оснащению но техническое оснащение далеко не главное что есть на сегодняшний день в нашем распоряжении для достижения поставленных целей гораздо важнее создаваемая нами культура инженерно конструкторская и научная школы школы завоевывает и укрепляет свои позиции в научном мире как альтернатива традиционным транспортным решениям трамваю метро так студенты уральского федерального университета и нижегородского государственного архитектурно-строительного университета третий год подряд пишут дипломные и магистерские работы на темы связанные с перспективами интеграции в городскую среду транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway эти работы демонстрируют серьезную заинтересованность в развитии технологий струнного транспорта и поддержку новых идей со стороны молодых ученых а также помогают лучше познакомиться с преимуществами которые дает внедрение инноваций в первую очередь Skyway недавно ЗАО струнные технологии завершило прием выпускных квалификационных работ студентов с целью поддержки молодых креативных специалистов и ученых а также повышение интереса к проекту мы пригласили выпускников высших учебных заведений принять участие в ежегодном конкурсе выпускных работ бакалаврских магистерских и аспирантских которые выполнены по теме струнного транспорта и струнных технологий автору самой интересной работы будет предоставлено право поступить на работу в инжинированную компанию ЗАО струнные технологии многие наши сотрудники повышают уровень своей компетенции и знаний и стали например докладчиками по различным темам на третьей международной конференции по проблемам безракетной индивидуализации космоса которая прошла в Марьиной горке 12 сентября этого года необходимо помнить что сам Скавей несколько десятилетий назад отпочковался от другой струнной технологии общепланетарного транспортного средства способных кстати за один рейс вводить космос 10 миллионов пассажиров 10 миллионов тонн груза эти две технологические платформы для тысячи тысячи изобретений вдохновляли и продолжают вдохновлять меня и многих других прогрессивных людей своим гуманистическим преобразовательным потенциалом который реально способен спасти нашу цивилизацию наконец подытоживая свой отчет я хотел бы сказать несколько слов о наших планах на будущее ну начиная с данных планов которые собственно и ведут меня по жизни во-первых мы планируем вынести к середине 21 века экологически опасную часть земной индустрии в первую очередь энергетику в ближний космос если этого не сделать у наших внуков не будет будущего так как нашу техногенную цивилизацию ожидает участь плесени в чашки петри известно что съев ограниченные ресурсы и отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности плесень неизбежно погибает во-вторых мы планируем создать в двадцать первом веке сеть транснет протяженностью порядка двадцати пяти миллионов километров дорог второго уровня более безопасных более эффективных более экологичных более комфортных и более скоростных чем существующая сеть неэффективных и экологически опасных автомобильных и железных дорог общей протяженностью более шестидесяти миллионов километров сеть транснет основана на основных технологиях и есть тот бизнес о котором я сказал шесть лет назад когда обратился к будущим инвесторам мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации но это сверхсложная задача и мы ее решим если будем делать правильные шаги в этом направлении нам нельзя повторить ошибки братьев Райт они сделали первый самолет их машина полетела они даже запатентовали этот самолет но бизнес через много лет сделали другие в частности Уильям Боинг который пришел в авиацию из дерево обрабатывающего бизнеса ну образно говоря он делал табуретки и скамейки а потом стал делать деревянный самолет мы к этой цели неуклонно и неустанно движемся через ту работу которая осуществляется группой компаний скавей ежедневно ежечасно для этого уже в следующем году мы должны достроить тестовую трассу в Белоруссии и объемных Арабских Эмиратах и заключить не менее трех контрактов на грузовые и городские адресные проекты у нас уже будет протестирована и сертифицированная технология причем в том виде который требует рынок в том числе в тропическом исполнении мы намеревали сделать многое из этого уже в 2020 году но в этом году обстоятельства нарушили планы не только нашей группы компаний пандемия коронавируса нами не планировалось что касается высокоскоростных систем скавей то сейчас на завершающей стадии находится согласование на отвод земельного участка в Белоруссии протяженностью 21 км на меньшей длине штатно загнаться до скорости 500 км в час проехать с этой скоростью несколько км чтобы зафиксировать штатный режим эксплуатации а затем план затормозить не получится несколько лет назад нам отказали выделение этого участка земли по надуманным причинам птичек жалко их много погибнет якобы и деревья ценных пород будут вырублены якобы когда трасса наша пройдет по болотам но после наших успехов в объемных Арабских Эмиратах белорусские чиновники я думаю поумнеют зачем стране терять более 100 миллионов долларов инвестиций мы уверены в успехе наша уверенность только растет мы видим собственными глазами как то что еще вчера казалось фантастикой становится сегодня реальностью уже сегодня мы на практике подтвердили большую часть преимуществ струнного транспорта развитие технологий продолжается перенимая лучшее что было сделано за нас учась на чужих ошибках и естественно своих мы создаем самую безопасную экономичную и надежную транспортную систему и всех когда-либо существовавших СКВ уже завладел умами миллионов людей со всего мира своим преобразовательным гуманистическим потенциалом мы не становимся до тех пор пока наши транспортные системы не пройдут через каждую страну каждый город пока не подойдут к одному дому мы не остановимся и после этого научный и технический прогресс бесконечен СКВ станет реальной обменяющей силой для всего человечества у которого без единства нет будущего поэтому наш девиз строй СКВ спасай планету